Мне чрезвычайно приятно каждый год в московской публике представлять человека, с которым у меня связаны представления о пике истории еще советского джаза. Тем не менее, я не думаю, что... Вот я посмотрел на аудиторию, здесь собрало очень много людей в возрасте, она обычно в доме более молодежная. Я думаю, что большинство знает, кто такой Вячеслав Ганелин, а ныне Слава Ганелин в Израиле, все-таки его проще так называть, его привыкем так именовать. Знает его историю в значительной степени, знает историю и Алексея Круглова, который является сегодня партнером во втором сайте, партнером Вячеслава Ганелина, так же, как и барабанщика Олега Юданова. О них я скажу позже, тогда, когда они будут на сцену, это произойдет во втором сайте. Так вот, действительно, представлять этих людей подробно бессмысленно, потому что это займет время больше, чем концерт. А кратко о ней говорить тоже нельзя, потому что это эпоха. Причем это, пожалуй, две эпохи. Если Слава Ганелин, это человек, который создал свое трио тогда, когда в этом была такая музыкально-социальная нужда, когда возник переломный момент в импрационной музыке, в джазе. Этот переломный момент заключался в том, что возникла потребность в расширении границы этой музыки. В первую очередь, конечно, традиционного джаза, мейнстрима, который в те годы царил. В те годы это конец 60-х, начало 70-х годов. И я говорю о нашем джазовом сообществе, не о мировом. Возникла тенденция к тому, чтобы расширить, в первую очередь, рамки формы, которые тогда в основном складывались в русле темы с вариацией. Эти рамки формы трио-композитора Вячеслава Ганелина были действительно расширены глобально. Это был принципиально новый подход для нашего джазового сообщества, которому, кстати, последовали некоторые из наших музыкантов. И в те годы, в 70-е и 80-е, благодаря существованию трио Ганелина, интенсивность рождения новых идей была выше, чем сейчас. Мне кажется, что это так. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что тогда вот этот поток был очень велик. Причем он охватывал целый ряд городов. Одним из таких центров был тогда Новосибирск, например, кроме Москвы. Ну и, конечно, Литва, которая благодаря некоторому отдалению от центра, от Центрального комитета Комитетической партии Советского Союза, у них там свой был, естественно, ЦК партии литовский, но, тем не менее, пользовался определенными льготами, в смысле свободой. Свободой творчества в том числе. Мало ли что там происходит. Вот в результате появления трио Ганелина в Литве была создана мощнейшая школа литовского джаза еще в советское время, которая до сих пор является одним из таких главных ведущих, значимых звеньев музыки Европы. После того, как эпоха трио Ганелина закончилась, и Слава Ганелина оказался в Израиле, его деятельность изменила свою направленность, у него возникло множество различных проектов, и не только музыкальных, так и исполнительских, но и педагогических проектов. Он выступает с разными музыкантами, у него есть разные варианты ансамблей. Только что мы с ним говорили о том, что кроме музыкантов в эти ансамбли входят и художники, и танцовщики, танцовщицы, мультипликаторы. Один из последних проектов у него, кстати, с этим связан. У него есть постоянные партнеры, и вариантом постоянного партнерства является сегодняшний вариант, в котором участвует молодой его партнер, коллега Алексей Груглов, и человек его возраста, и его поколение, барабанщик Олег Юданов. Еще раз к ним я вернусь позже, перед вторым сетом. Ну а сейчас, перед тем, как Вячеслав Ганелин выйдет на сцену, я хотел бы напомнить, предупредить, многие, может быть, об этом знают, что принцип, который соблюдается Вячеславом Ганелином последние 30 лет, он сейчас еще раз это подчеркнул, заключается в том, что заранее ничего не продумывается. У него есть инструментарий, рояль, электроника, синтезаторы, какие-то новые вещички, с которыми ему интересно экспериментировать. И вся музыка, которая появляется из этих инструментов благодаря ему, она рождается непосредственно в процессе, в живом, в текущем времени. И это есть удивительное качество человека, который озабочен формой, человеком, который занимается композицией в режиме текущего времени. Таких людей не так много. И один из них немного в мире вообще. И один из них — это композитор Вячеслав Ганелин. Слава Ганелин, которого прошу на сцену. Спасибо. Спасибо. Спасибо.